В этом ковидном отделении сейчас ни одного больного, поэтому нас пустили внутрь. Но пройдет всего пару дней и зайти в стационар можно будет только в специальном защитном костюме. Медицинский персонал Химкинской областной больницы показывает главе городского округа новое медицинское оборудование. В связи с резким увеличением случаев заболевания коронавирусом, врачи приняли решение переоборудовать стационар и добавить 140 мест для тяжелых больных. Каждое койко-место оснастили кислородной розеткой, через которую больной будет получать около 4 литров кислорода в минуту. Кислород будет храниться в специальном резервуаре, который для безопасности находится за пределами больницы. Емкость вмещает 10 тонн жидкого кислорода, который хранится при температуре минус 183 градуса. После запуска нового оборудования у больницы будет три источника кислорода – основной, резервный и аварийный. До установки новой емкости кислород в больницу завозили баллонами, которые хранились на складе. По словам специалистов, новый резервуар вмещает в тысячу раз больше кислорода, чем стандартный баллон, к тому же он намного безопаснее. В прошлом году мы переоборудовали больницу под 140 легких коек так называемых, а в этом году мы уже вынуждены сейчас переоборудовать эти койки в тяжелые. Я обращаюсь к нашим жителям с просьбой о необходимости вакцинации и прошу к этому очень серьезно отнестись, потому что самая большая помощь, которая может быть оказана нам – это ваша вакцинация и ваши средства индивидуальной защиты. Врачи говорят, что единственный способ остановить пандемию – это вакцинировать больше 80% населения. Также специалисты рекомендуют носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. После экскурсии по больнице и беседы с врачами представители администрации поздравили персонал больницы с наступающим днем медицинского работника. Врачам подарили цветы и памятные подарки. Даже нет тех слов, которыми можно выразить свою признательность им. Причем всем медицинским работникам. Это ведь и врачи, и медицинские серты, и обслуживающий персонал, и водители – это все, как одна большая семья, которых мы поздравляем сейчас в эти дни, для них предпраздничные. И, конечно, что мы можем сегодня желать – это только две вещи. Это здоровье личного, и благополучие, и счастье их семьям. По словам врачей, лучший подарок, который можно сделать медицинским работникам – это поставить прививку и тем самым снизить нагрузку на больницы в этот непростой период. Нина Бережная, Александр Гузаев, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.